Обновление сквера, установка детской площадки или турников, обустройство набережной. Только саровчане решают, чем займутся в первую очередь в 2022 году. До 30 мая жители города могут поучаствовать в голосовании на сайте голосза.ру и выбрать один из двух проектов. Если проголосует меньше 7 тысяч саровчан, денег мы не получим. Если Саров наберет больше 7 тысяч голосов, то городу выделят деньги на реконструкцию объекта победителя голосования. Если Саров будет сильно отставать от других, то тоже есть вероятность деньги не получить. Но если мы не доберем цифру до 7 тысяч, то мы не получим деньги абсолютно уверенно, можно об этом сегодня говорить. Антон Ульянов уже отдал свой голос за один из предложенных проектов. Своему примеру он призывает последовать всех саровчан. Тем более, что процедура очень простая и не потребует от жителей много сил, времени и каких-то специальных знаний. Персональный компьютер или смартфон есть практически у каждого. Нужно всего лишь просто авторизоваться по номеру телефона. Вам придет смс с подтверждением и вы получите доступ к голосованию за объекты благоустройства. Это очень просто, очень быстро и этот вклад будет очень важен для города. Если достаточного количества голосов не наберется, то совсем без благоустройства город, конечно же, не останется. Но набережные Борового или сквер за администрацией, если и будут сделаны, то только за счет средств городского бюджета. Пока, однако, таких денег у нас нет. Стоит много других важных задач. Мы говорим о террористической угрозе. Вот последние события в Казани трагические показали, что нужно повышать уровень безопасности в наших учебных заведениях. И достаточно большие деньги будут направлены сегодня на это направление. Проголосовать за благоустройство набережной пруда Борового или сквер за зданием администрации можно на сайте голосза.ру до 30 мая. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей СРОВ-24.